всем привет это серёжа васильев и сегодня мы с вами друзья в кабаретто кабарет это небольшой такой я не знаю поселок который находится недалеко от пуэрто плато очень такого большого международного центра сборища туристов у нас ребята отдыхают в бассейне пожалуй не будем их смущать потому что может они женам изменяют кто знает это все-таки курорт и курорт он вот такой вот интересный час и сами увидите республика доминикана вот я первый раз вижу пойдем наверное посмотрим что у нас интересного происходит на местном пляже и плавненько выходим к морю ребят я хочу чтобы вы это увидели потому что потому что это потрясающе смотрите господи сколько тут всякие смотрите как это называется кайсерфинг виндсерфинг какой-то там еще серфинг и куча ветров поэтому все сюда едут как раз и кататься на всех этих парусах так пожалуй наденем очки будем смотреть но неплохое начало видео по моему ну вот эти вот паруса это вот эти вот паруса это просто что-то 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 неземное это вот что-то новое если попинцы можно посмотреть и вот это мой первый пляж с такими вот вот это все выглядит когда она не в небе борт тут есть какие-то веревки и вот так вот выглядит парус кстати он накачан воздухом айкординг скул наверное чтобы не делать скулария大丈夫 the prolog кайсерфинг constant Ты можешь сканировать вашего WhatsApp, и там будет все информация И в WhatsApp? Но я не могу спросить здесь Но мой телефон очень старый Я не могу Не сканировать? Нет, нет Джоан, ты хочешь узнать, что вы понимаете? Что это? Это видео А, ты делаешь видео? Да, да, да Это здесь? Нет, нет, я купил его Я купил его Я купил его Сюда и утром Пока Пока Я хочу узнать только о цене, и попробовать что-то Я не знаю, что я не хорошо с этим видео, так пожалуйста А, нет, только о цене, это как маленький ассортимент для вашего места Да, но, ты знаешь Пожалуйста, начать видео, пожалуйста Да, окей Просто я из них не мог выпытать, сколько стоит что-то Что такое кайт, вот этот бординг Когда я могу прийти И прочее, прочее, прочее Я им задаю вопросы Они вроде разговаривают по-английски Но они при этом Делают упорно вид то, что они меня не понимают И ладно то, что они хотят, чтобы я их снимал Это как бы нормально У каждого свои личные границы Но я выключил камеру И я 20 минут просто выпытывал из них информацию В итоге сказали за 2 часа 65 баксов Много это или мало, я не знаю Потому что я никогда не занимался чем-то подобным Поэтому напишите лучше вы мне в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кабараби, однако, чё-то скучноватый И я думаю то, что нужно отправиться в соседний город Который ещё более популярный И скорее всего более интересный Называется он Сасуа Сасуа? Ты? Возвращаясь Шо. Ну, с очка попил, можно, наверное, идти изучать. Так вот, мы доехали. Такие вот здесь пейзажи. Тут движения прям намного серьезнее. Честно говоря, наверное, надо было здесь останавливаться, а не в Кабаретто. Вы просто посмотрите, ну тут же прям совсем, да, другое дело. Сейчас еще тут народу нету. А когда народу много, вечером... Кстати, наверное, надо сюда вернуться, будет вечером. Про местных девочек. Познакомился тут с одной на пляже, позавчера, по-моему. И сказал то, что напишу ей, когда буду в Сосуа. Написал ей, когда подъезжал, а она такая, ты где? Скинул ей локацию. Пишет мне такая, типа, то, что вот-вот, все, окей, сейчас, типа, буду. Сейчас переодеваюсь, подъезжаю. Я спрашиваю, окей, через 10 минут пишу. Ты где? Она такая, типа, подъезжаю, подъезжаю. Потом я уже просто пишу, типа, блин, ты где? Я заколебался тебя ждать. Я сейчас пойду, ну, все, типа, мы больше не встретимся. Она мне пишет. Я что-то... Я, короче, что-то сломал, ахер знает что-то такое. Если хочешь, приезжай ты. Я такой, чего? Я ее час ждал. Она мне час писала, что она едет. Мне тут ехать километр максимум. И она мне пишет, что у меня что-то сломалось. Ну, вообще офигенно. В итоге я решил то, что... Нет, я не поеду к этой даме, а пойдешь. Так, ребят, плавненько. Плавненько мы подходим к пляжу. Пляж называется... Ахер знает, как он называется. Тут, конечно, красиво, да. Базару нет. Но... Ни-ко-го. Не, симпатично, конечно. Прям реально, знаете, если вы хотите какое-то такое единенное место, чтобы поваляться, покупаться, то это вот как раз оно. Днем в Сосуа было просто пусто. Просто какой-то сайлент хилл. Но ребята, которых я встретил, сказали мне то, что я могу приехать туда вечером. И вечером там прям движуха. Не сильно хотелось, но... Я здесь вечером. Воу. Да. А вот и движ. Вот движ. Такой вот пучный движ у нас, ребята. Это нормально. Капаса. 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 Вот так вот, ребята. Какой вот у нас Yo Welcome по Сосуа, или как тут называется. Уже начинается какой-то, не знаю, какая-то дикая хрень. Я не знаю, как это по-другому назвать. Muchis gracias, сеньорам и сеньоритам, чьи имена вы видите сейчас на экране. Эти прекрасные гринга активно помогают в выходе новых видео. А присоединиться к ним и попасть в следующее видео можно по ссылкам и реквизитам под роликом, а также сейчас на экране. Решил подождать, пока будет поглубже вечер, чтобы прям вообще вся нечисть высшла. Вот, тут ребята из Канады сидят. Тут вот девочки уже орыгают поглубь. Там вот еще одни. Я не знаю. Я уже несколько раз что-то, какие-то конфликтов наоформлял, так что я думаю, что этот вечер точно будет интересный. Приехать-то я приехал, но вот парад продажных дам был разогнан беспощадным днём. Последние пару дней вот такая вот какая-то история очень странная происходит. Постоянно то ливни льют, то еще что-то. Вот девочки стоят. Ааа, ну, еще. Оля. Вот. Не знаю, эти уже смотреть не такие агрессивные. Может, конечно, в ночи не видно моего пропа. Что я заметил, то, что очень много, очень много всяких заведений, которые вот, видимо, они так же, как и в Медельине. Они просто берут и проплачивают, чтобы они стояли и завлекали сюда больше клиентов. Вот так вот. Вот. Смотри. Вот. Так. Переда сразу мне показалось, что немного странно. Я начал заподозривать то, что это... Очень неприятно. Потому что так вот приходится как-то, блин, ухищрениями какими-то все это снимать. Вот. Мне прям это вообще воворачивает. Прям вообще настолько мне это не нравится, если вы просто представите на него. Фактически все женщины, заприметив Гринго, пытаются затащить его в свои отели. Или хотя бы подстрелить телефончик в надежде на будущие заработки. Семень. Мне присутствует... Ааааа... Семень. Семень. Ааа... Нам, что-то... А? Аааа? Толбец мастарда. Толбец мастарда. Толбец мастарда. Перену... Я вам скажу, что честно, честно, ну, что-то очко играет, ну, реально есть что-то такое. Причем, если колумбийцы и колумбийки, они, знаете, они такие очень дружелюбные, да, то местные здесь, они какие-то очень агрессивные. Я не хочу как-то на цвет кожи, да, это смакивать, но есть что-то такое. Прям вот, ну, видели, да, просто я снимаю, она там, как злотак, вот, типа, иди отсюда, да, все, типа, как бы не снимай меня, и все. Типа, какого черта она вообще имеет право, да, что-то вот такое вот делать. Да, хожу, снимаю, снимаю же все только красивое, ничего некрасивого не снимаю. Помните мериду, от которой я буквально две минуты назад делал ноги? Так вот, она следила за мной, и как только я вышел из этого злачного облака летающих фей, и с этой улицы она начала говорить мне что-то по типу «псс-псс». Причем отвязаться от нее было просто невозможно, но история решила принять еще более нагнетающие обороты. Я иду, он идет за мной, я меняю траекторию, он идет за мной. Скажи, что это «псс-пс-пс»? Что это «псс-пс»? «Псс-пс»? Скажи, что это «псс-пс»? Я не понимаю, это «псс-псс». Да, ты не говоришь «псс-псс»? Нет, нет, я говорю английский, я говорю «псс-псс». Но не… Я не хочу говорить «псс-псс». Как? Я не хочу говорить «псс-псс». Смотрите, смотрите, смотрите. А, лавы как это? Ровы? «Псс-пс»? Нет, 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 не нужно. Нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Просто окружили и это, и начали типа «давай, давай, давай» типа «деньги» или «давай мы тебе помоем». или еще что-то как бы выглядело это очень странно 4 чувака стоят вот это вот как бы это трансформер и все все объяснила ему то что типа я не хочу решил то что можно меня оставить там нет в ожидании какого-то чудо интересного контента ладно просто чтобы отдохнуть я решил зайти в бар а снимать видео гринга тем более уж не положено бред происходит я не знаю я хочу просто походить зайти куда-то что-то ну вы понимаете да что-то заснять они изначально тебя просто гладят да типа все классно да там милые там туда-сюда только у них промельковать мысль то что ты снимаешь все всеми своими похождениями я вызвал интерес не только удар но за мной еще увязался какой-то парень и как-то было стрёмно непонятно из каких побуждений он вообще за мной пошел либо он хочет как-то прекратить мою съемку либо хочет предложить свои услуги я думаю я вообще включу просто запись и буду просто идти 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 потому что чё-то какая-то херь начинает начинать начинаться начинает начинаться офигенно вот с этим это же автобус чувак короче я не знаю видно его не видно ушел за мной начинает короче перебегать я в итоге нырнул под машину назад ушел я потерял но потом так как я уже оторвался от него то спрятавшись за одним углом с одной из девочек мы обсудили насущные вопросы стало интересно и обсудили обсудили цены практически каждый человек есть женщина здесь и я уверен что она не будет с ним как парень как парень а я понимаю я понимаю не как парень девочек только для моментов для двух дней для моментов я понимаю и, по-русски какой-то приносит если кто-то хочет женщина для некоторых дней Depends на что ты хочешь все 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 не очень много если ты делаешь это хорошо это не очень много но если ты делаешь это хорошо это очень много но если ты делаешь это хорошо какой приносит 2-3 дней по-русски например я в 3 дней это будет 8000 pesos но если я делаю себя хорошо Во-первых, чтобы вы как-то ориентировались, доминиканский песо примерно равен рублю. Или за 1 доллар можно купить 55 песо. Во-вторых, у доминиканцев очень плохо с математикой. Потому что 5 тысяч за 2 дня, это не сильно-то и меньше, чем 8 тысяч за 3 дня. У них прикольная такая тема, что у них груди нет ни у кого. А вот жопа у них прям, а вот задница у них прям вообще очень классная. Вот опять мой чувак идет. А вон, кстати, смотрите, тут полиция приехала. Что-то они решили воходу шугануть их, чтобы они, наверное, сильно не выеживались. Или, может, у меня уже вызвали полицию. Идет уже просто, я не знаю, я не могу, наверное, метров 700. И просто что-то мне говорит, что-то мне говорит. Я так понял, как будто он пытается что-то, какие-то свои услуги, короче, тоже продать. Тут, короче, на все, на весь... На вкус и свет каждого, короче. Все, что вам нужно, все можете найти. Мне тут очень-очень противно. Я думаю, что я сейчас буду возвращаться в сторону своего города. И там уже мы посмотрим, может, еще что-то интересное. А? Да. Но здесь, обычно, люди не хотят записаться. Я так понимаю. Я так понимаю. Я так понимаю, да. Но мне не нравится. Но ты, ты? Да. Так будешь идти на кабарете? Да, я прям на кабарете. Я как на кабарете. Да, тебе я хочу. Я, там, с кабаретом. Для кого? Для машины или для вы. На машине. В машине? Да. Да. А, машина-с-с-с. Машина-с-с-с-с. Не, твой дорогой. Не, она, с малым. Что при этом поедете? И зачем? 75$. Останет, на машине для машины я покупаю. Да, да. Сэр간, на самом деле? Да, на Colon. осознание чувачка вынес мастра армии альга интересантой на так как я ходил и не мог найти ничего более интересного то я подумал то что местный доминиканец то наверно сможет показать мне настоящий дух доминикан мы вернулись короче обратно имя его я к сожалению забыл но для удобства будем называть его пятниц не путать из него недели а я а а а а я рича девочек нас уйти арища 2 девочки говорит просто вот так вот посмотрим черная магия в деле Я хочу что-то, как в Санта Доминго. Субься в Санта Доминго? Да, ребята, тут прямо на площади, тут столки по вечерам. Я не знаю, у меня уже откуда алкоголь. Мне просто сунули в руку и сказали, что хватит. Я догонул день. Не знаю, мы вроде как приехали. Он говорит, что тут много девочек, тут много девочек. У меня, кстати, особенность есть то, что они в конце слов никогда не выговаривают букву С. И получается, что они вместо БАМа, СБАМа. Получается, вместо Грася, СГрася. Вот это вот интересно. И плюс они говорят очень быстро, и из-за этого они забывают говорить иногда еще и другие какие-то слова. На вопрос, чем же занимается пятница, он ответил, что по понедельникам он учит людей серфингу. Вот, раз в неделю. А еще у него прям как будто в стереотипах, по-гангстерски свисали его штаны. Не потерять твои джинсы. Потому что это как... Я не могу прыгать. Что это за сексотурисм? Например, сколько ты можешь получить если ты с сексом с девочками? С девочками? С девочками, да. Нет, но если это девочки, девочки, не девочки, как женщины. Если женщины дают мне 100-200. А, окей. И я, как-то, как-то. И где? Э? Где? Ты, брат. Вообще, очень интересная информация. Тут ребята залетают на канальчики. А потом началась экскурсия по пустым ночным барам в Доминикане. При том, что это было в субботу, ну, прям, ну, совсем не пусто. Сами в субботу. Привел в какое-то странное место. Почему здесь есть, а... Как вы видите? Мы агрессивно с камерой. Если кто-то... Бил камеру, бил камеру, как, ну, не гравь, пожалуйста, не гравь, не гравь, ¿por qué гравь? Ну, я знаю. Да, но другие, они не нравятся. А, другие люди не нравятся. Ну, что я знаю? Я знаю, я не знаю, почему не работают. Я имею в виду, что я не гравю ни о чем. Нет, нет, нет. Как это? Я имею в виду, что я не гравю ни о чем. Ну, как-то так. Как-то так. Это суббота, чтобы вы понимали. Суббота, 10 вечера. Все заведения, которые прошли, они либо полупустые, Либо пустые, либо люди просто сидят кушают Девушка потом нам, кстати, рассказала, почему все против съемки Во-первых, семьи девушек даже не подозревают, чем они занимаются вдали от своего дома А во-вторых, не всем из них есть 18 лет Поэтому никому не выгодно, чтобы кто-то ходил и снимал, что происходит во всех этих злачных местах Ходили мы с пятницей по клубам и барам и вот не могли ничего найти И вдруг у меня вот затаилось что-то в голове Может он мне больше мешает, нежели помогает И правда, стоило мне только от него отойти, как ко мне сразу приклеилась местная горячая доминиканка по имени Венди Все было круто, Бенди проявляла ко мне многозначный интерес Но появилась одна проблема Вернее, не появилась, а я сам привез ее из Сосуа И имя ей в пятницу Наш корень, что еще никак не хочет уйти Я уже ему полчаса намекаю, что типа давай ты может свалишь А он такой да, 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 все равно за нами идет Я ему уже денег типа дал, на дорогу обратно Говорю, вот ты деньги, типа уже все, давай, давай Он такой да, да, да И короче ты свор с нами, все идет, идет, идет Да и так, и сяк, как-то пытался ему намекать Но, как Доминикана Пришлось дать ему денег на такси и еще и на еду Венди же оказалась очередной проституткой этого пляжа Вот такой вот несанкционированный бордель они там устроили Причем за свои услуги она пыталась просить 100 долларов На что я рассмеялся, немного обиделся Потому что предыдущая девушка сказала, что такие ценники ну прям вообще старым дедам заряжают Послал его, короче, на четыре стороны и пошел душить Ну вы поняли Из моих рекомендаций по Доминикане это Санто-Доминго и пляж Баяиби А также пляж, который там рядом находится, посмотрите Тратить время на что-то еще, ну не знаю, как хотите Ну а если вам понравилось видео, то переходите и смотрите другие видеоролики Потому что они, ну они супер интересные, можете сами убедиться Можете также подписаться на канал, если хотите не пропускать новые видеоролики Залетайте в Телеграм и в Инстаграм на огонек И не забывайте про Ап Икс, но играйте с головой Всем пока